Как вы считаете, нужно ли уничтожать санкционные продукты питания? Следующий вопрос. Ну, я думаю, нет. Можно их раздать бедным. Надо тоже раздать бедным. Раздать бедным. А что значит санкционные? Которые под санкциями и запрещены у нас. Сейчас много что под санкциями. Запрещен ВОЗ. Импортный сыр, например. Мне кажется, надо в Африку переправлять, то мы нуждающимся людям. А нашим раздать? Тоже можно. Нет, я считаю, что можно их раздавать малоимущим, либо же кормить в хлевах животных. Уничтожать, наверное, нет. Я против. Нужно, скорее всего, отдавать тем, кому они необходимы. Может быть, нуждающимся семьям или детские дома, у которых и так проблемы с финансированием наверняка. Но уничтожать, я думаю, это слишком. Считаю, что необязательно. Раздавать? Да. Просто раздавать. Отнимать нужно и раздавать. Ну, уничтожать не нужно. Нет. Что с ними делать надо? Пропускать, продавать, санкции отменять. Какие продукты? Санкционные. А, санкционные? Не знаю. Да, нет позиции по этому вопросу. Может, раздать их надо, а не сжигать сыр? Если их раздавать, это может подорвать наше производство. Они не наши, они не русские. Но если эти продукты раздадут кому-то, то кто-то не купит продукты у наших сельхозпроизводителей. Они понесут убытки. Зачем возить, если такое, как бы, если да? А если есть свой сыр, зачем вообще возить его? Если потом его... Не, у нас своего нет ничего. Как ничего нет? У нас никакого нет производства здесь, ничего не производится. Белорусский сыр лучше, чем иностранный, на мой взгляд. Скажите, нужно ли уничтожать санкционные продукты питания? Нет, конечно, нет. Это глупость полная. Раздать нужно? Хотя бы. Хотя бы раздать, да. А у нас очень много нуждающихся. Не только у нас, наверное, да. Значит, глупость полная уничтожать, это глупость полная. Любое, что создана человеком, и потом его просто уничтожены под каким-то надубанным политическим предлогом, это чушь. Нежелательно. А что с ними нужно делать? Раздать кому-то, бедному. Много желающих взять, я думаю, найдется. Могут ли самолеты военные других государств нарушать воздушное пространство России? Ну, это исключено. Как должны действовать военные? Ну, как и положено. У них есть на это какие-то свои правила действовать, реагировать. То есть сбивать нарушителей? Ну, сбивать будет слишком, но я думаю, скоро что-то такое произойдет. Так или иначе, я думаю, Америка будет все-таки провоцировать. Но, да сбивать, я думаю, не дойдет. Но какие-то провокации будут. Только если сама Россия будет подтверждать, ну, вылеты на территорию РФ. А если не подтверждает, тогда как должны действовать военные? Принимать какие-то действия, но вряд ли они должны быть какие-то военные. Это должна быть, ну, дипломатия. То есть сбивать надо, вот если военный самолет нарушает границу? Смотря какие самолеты. Если самолеты военные, то да, надо их сбивать. Это... нет. Они должны летать на нашей стране. Почему нет? Могут. А как должны поступать военные? Слушайте, это на их усмотрение. Не надо сбивать. Ну, по ситуации, наверное, надо смотреть. Нет, конечно. Нет. Как должны действовать военные? Жестко. Жестко. Пресекать. В каком смысле могут? Технически могут. А нужно ли их сбивать? Это уже отдельный вопрос. Смотря на каких обстоятельствах это было. Так однозначно не ответить. Ну, вот как должны действовать в таких ситуациях военные российские? Ну, если у нас нету состояния войны с этим государством, то сначала нужно предупреждение какое-то предупреждать. Если не реагируют и какие-то другие цели преследуют, естественно, нужно сбивать. Если само военное сооружение Российской Федерации не против, то почему бы нет? Но если все-таки было предупреждение, чтобы покинуть территорию государства, то можно применять уже и силы. Сбивать? Сбивать тоже можно. Но только после того, как предупредили, если уже не отреагировали на предупреждение, то да, сбивать. Я думаю, с этим должны определиться наши главнокомандующие. Они лучше понимают. Ну, вот нужно сбивать или пускай нарушают. То есть, если вам плюнет кто-то на спину, вы сразу достанете шашку и пополам его. Плевок на спину отличается от ядерного удара. От ядерного удара, да. Но вы спросили, что если самолет пересечет наше пространство. Он может с ядерной бомбой пересечить? Может, но пока он ее не сбросил, это плевок на спину. Нет. А как должны при этом действовать военные? Ну, военные, опять-таки, если противник другой страны нарушает, соответственно, поражение цели нет. Потому что это нарушение границ. Неважно, российский, с правильной целью нет. Ты в армии служишь, чтобы защищать свой народ, а не нападать на чужой. Ну, это однозначно нет, конечно. Как должны действовать военные? Ну, наверное, адекватно, в зависимости от того, какой степени нарушения это угрожает реально нашим жителям. Тогда, конечно, наверное, жестко. А если это никому не угрожает... Ну, какие-то есть, наверное, в начале пути? Предупреждения, да. Предупреждаем, уведомляем. Потом уже... Это же не значит, что залетел там на метров 300, его сразу сбить и уничтожить. Наверное, так. Нарушения разные бывают. Есть какие-то мелочи, на которые можно и не обращать внимание. Ну, а серьезные, конечно, надо каким-то образом и пресекать, да. То есть просто так это не надо оставлять, да? Ну, незамеченным, конечно, нет, да. Но реакция должна быть совершенно разная. На какие-то мелкие-мелкие случаи достаточно, там, ноты дипломатические. Ну, а крупные, бедприятия, это должно быть ответ реальный. Скажите, на что не нужно тратить деньги бюджета страны? Ну, я думаю, то, что мы тут находимся напротив стадиона. Уже много денег выделилось на него, но, к сожалению, как обещали, к 2011 году его не построили. И, дай бог, построят только в ближайшие два года. Также я считаю, что очень много денег выделяется на различные государственные проекты. То есть в Новгородской области, по моим знаниям, выделили 300 миллионов рублей на постройку пансионата. Ну, 300 миллионов – это очень много, я считаю. Бюджетные деньги страны принадлежат народу. И тратить надо для того, чтобы народ жил хорошо. На наши нужды. На наши общие нужды, да. На состояние дорог, на улучшение жилья, на улучшение зарплаты госслужащих. На виолончели не надо? Нет. На виолончели не надо. Не знаю. Я даже никогда не задумывался над этим. На виолончели? Ну, если они кошмарно дорого стоят, наверное, не стоят. Интересный вопрос. Не надо кормить Кавказ. Первое, что пришло в голову. Не надо тратить государственные деньги на ненужные нам войны. Больше вкладывать в развитие собственной страны и меньше на всякую показуху тратить, типа Олимпиады, чемпионаты мира и все такое, когда у нас в стране столько проблем внутренних. Скажите, на что не нужно тратить деньги бюджета страны? Сложный вопрос. Я думаю, у нас в правительстве умные люди, они правильно тратят деньги. Виолончели надо покупать? Виолончели? Смотря кому. Тем, кому она нужна для творчества, я думаю, это необходимо. Могу только сказать, на новый стадион Зенита точно. На что надо? На что надо? Вкладываться дальше в армию, развивать свои какие-то... Да, вооруженные силы, РФ. По-моему, развивать, чтобы свое все было. Ну, также сейчас развивается что и русский, и автопроб, да? Ну, дай дальше. Нет, я бы сказал, я бы сказал, что нужно промышленность. Я могу сказать. Ну, чтобы развивать... Надо развивать свою промышленность, понимаете? Люди без работы ходят. Я вот получу диплом, я же не найду работу. А знаете почему? Потому что промышленности в стране мало. В первую очередь, я считаю, нужно развить сельское хозяйство. Оно нам очень нужно. У нас много территорий, где можно это осуществить, но почему-то этого никто не делает. Потому что очень мало людей, которые хотят этим заниматься. Фермеров и так далее. А так это очень нужно стране. Сельское хозяйство. На откаты. На бухло. На пьянство. Да, на пьянство. Потому что вся проблема – это пьянство. Все коллизии – это опять-таки пьянство. Не будет пьянства. Ну, где-то Горбачев, наш первый президент, ну, политика была верная, но неправильная, как выяснилось. Потому что все-таки все разрушает алкоголь. А вот на виолончели стоит тратить деньги? У нас потому что несколько миллиардов долларов потратили на виолончели. Зачем? Вопрос тогда. Опять-таки, почему? С какой целью? С какой целью? И если это поможет, не знаю, развитию общества, стране, то почему бы нет? Может быть, на культуру тратить виолончели, потому что это все-таки… Но это странно, все равно. Такие деньги на виолончели. Сколько вы сказали? Несколько миллиардов, я не помню точно. Ну, по-моему, эти миллиарды именно не на виолончели ушли, а кому-то в карман, на мой взгляд. Такие деньги, не знаю. Закопать деньги? Бюджетные деньги страны, прежде всего, не нужно тратить, наверное, на те цели, которые идут не для народа, а для ради амбиции наших правителей. В том числе, я считаю, Олимпиада, Чемпионат мира – это половина амбиции нашей. Великие стройки не нужны. Виолончели, да? Ну, и это в том числе, конечно. Ну, и Пальмира в том числе, я на полу считаю. Когда у нас столько обездоленных, столько нехватки стадионов, школ, садиков, дороги плохие. Я думаю, эти деньги гораздо с большей пользой можно использовать. А бюджетные деньги? Ну, вот на этот стадион, допустим, я бы не потратил бы ничего. Из бюджета. Из бюджета.